Уважаемые слушатели, сегодняшняя наша тема – головная боль, мигрень, головная боль, напряжение. Я ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Самаркандского медицинского института Шамурадова Дельноза Салимовна. Сегодняшняя наша тема посвящена головным болям, вопросам дифференциальной диагностики и лечения. Что такое головная боль? Головные боли – одна из наиболее частых жалоб, с которой больные обращаются к врачу. Головная боль является мультидисциплинарной проблемой. Головная боль – ведущая, а иногда единственная жалоба, более чем при 45 различных заболеваниях, как органическая патология нервной системы, артериальная гипертензия, невроза, депрессия, почечная эндокринная патология, заболевания лурорганов, глазных болезней, инфекции и т.п. 70-90% населения развитых стран периодически испытывают головные боли. Структуры ответственны за возникновение боли в области головы. Это твердая мозговая оболочка, в составе которого идет базальная зона, стенки венозных сосудов, менингиальные внечерепные артерии, ткани, покрывающие череп, это кожа, мышцы, сухожилия, апоневрозы, артерии, черепные нервы, тройничные, языкоглоточные, блуждающие, а также три верхних шейных корешка мозга. По международной классификации расстройств, сопровождающихся головной болью второго пересмотра, головная боль разделяется на две основные классы. Это первичная, а также вторичная головная боль. Как мы видим на слайде, 95% случаев наблюдается первичная головная боль, не связанная с другими заболеваниями. Лишь в 5% случаев мы встречаем вторичную головную боль, либо симптоматическую, связанную с другими заболеваниями. И только в 2-4% случаев головная боль является симптомом серьезного угрожающего жизни заболевания. Первичные головные боли можно разделить на несколько классов. Основные классы – это мигрень, которая идет под рубрикой по МКП-10G43, разделяют свои разновидности. Это мигрень без ауры, мигрень с аурой, периодические синдромы, в детстве которой являются предшественниками мигрени, ретинальная мигрень, осложнение мигрени и возможная мигрень. Вторая рубрика – это головная боль напряжения под рубрикой G442. Это спорадическое эпизодическое головное боль напряжения, частая эпизодическое головное боль напряжения, хроническое головное боль напряжения, а также возможное головное боль напряжения. И третий основной класс – это кластерная головная боль и другая тригеменно-вегетативная головная боль, которая идет по рубрике G440, к которой относятся кластерная головная боль, пароксизмальная гемикрония, Кратковременная односторонняя неврологическая головная боль, синекция, конъюнктивы и слезотечения. А вторичные головные боли, они бывают результатом, симптомом основного какого-то заболевания. Например, можно сказать головная боль при заболеваниях костей черепа, при заболеваниях шеи, при заболеваниях глаз, ушей, при риносинусите, заболеваниях зубов, челюстей, при психических расстройствах. Можно привести дифференциальную диагностику вторичных головных болей. Например, если взять посттравматическую головную боль, здесь боль очень стойкая, может усиливаться, сопровождаться очаговой неврологической симптоматикой, достоверность травмы, подтверждающаяся компьютерной томографией, цереброспинальной жидкостью исследования, причину боли – обширные переломы основания черепа, либо субарахноидальное кровоизлияние или же отслойка и разрыв твердой мозговой оболочки. Возникает не позднее 14 дней с момента восстановления сознания или с момента травмы и исчезает в течение 8 недель с момента восстановления сознания или момента травмы. Если взять головную боль при артериальной гипертонии, здесь бывают чувства тяжести в голове, распирание, чаще в затылочной области, иногда диффузный характер, пульсирующий шум в голове, гиперемия, пастозность лица, отечность век, также сопровождаются головокружением, нарушением ориентировки, рвота, иногда потеря сознания с возможным развитием острого нарушения мозгового кровообращения. Боль при разрыве аневризма и артериовенозная мальформация. Боль интенсивная, имеет внезапное начало и локализуется в затылочной и лобной областях. Могут быть рвота, психомоторное возбуждение, а также спутанность сознания, часто менингиальные знаки. Височный артериит чаще встречается в возрасте старше 50 лет, днем и ночью, хроническая боль в течение недель и месяцев, без ремиссии, с акцентом в висках, часто двусторонняя, тупая, давящая, нарушение зрения, боли в суставах, жевание усиливает боль и могут быть перемежающие хромота жевательных мышц. Головная боль при артериальной гипотензии. Чувство тяжести головы, тупая головная боль, отсутствие чувства бодрости после сна провоцируется при эмоциональном стрессе, физическом напряжении. Головная боль при повышении внутричерепного давления. Появляется при пробуждении, усиливается при наклонах туловища, кашле, ощущение раскалывания головы, не проходит при приеме анальгетиков. При опухоли также может быть очаговая неврологическая симптоматика и застойные диски зрительных нервов. Головная боль при поражении костей черепа. Несная боль и болезненность. Резко болезненный локальный участок головы и разлитые головные боли при прорастании опухоли, например, в череп и раздражении надкосницей мозговых оболочек. Головная боль при патологии глаз. Бывает тупого характера, ноющая в области глазницы. Характерно астенопии, это утомление глазных мышц, аномалия рефракции по типу астигматизма, нарушение аккомодации, конвергенции, диплопии, стропизма и приобретенное косоглазие. Приступ клаукомы характеризуется тяжестью, чувством давления в глазном яблоке с переходом в резкую локальную головную боль с мельканием мушек перед глазами. Характерна также гиперемия глаза, глаз твердый при пальпации, а также повышение внутричерепного давления. Синуситы, фронтиты, гаймориты. Характерна припухлость и гиперемия мягких тканей, их болезненность, давящая, распирающая боль в области пазуки, переходящая в генерализованную головную боль, а также характерны вазомоторные вегетативные реакции. Это маэдиты, боль интенсивная в области переносицы, глазниц, висков, теменно-затылочной области, мезотимпониты, гнойные отиты, мастеидиты, стреляющая, колющая, пульсирующая боль в теменно-височной области, а также характерны повышение температуры, головокружение, покраснение, поражение лицевого нерва. Психогенная боль – это локальная боль в какой-либо части головы и необычные ощущения в ней, по типу ползания червей под кожей, разложение костей. Иногда больной точно пальцем указывает на локализацию головной боли, а также депрессия, то есть головная боль здесь мучительная, давящая в центрально-теменной области. Есть красные флаги, то есть сигналы опасности при головной боли. Это громоподобная головная боль, то есть интенсивная головная боль взрывоподобным или внезапным началом, характерна для субарахноидального кровоизлияния. Либо головная боль с атипичной аурой, характерна для транзиторной ишемической атаки, либо при инсульте. Аура без головной боли, без указания на мигрень с аурой в анамнезе. Может быть также симптомом транзиторной ишемической атаки и инсульта. Есть тоже несколько таких симптомов, которые атипичного характера, то есть они являются сигналами опасности, при каких случаях необходимо обследовать, дообследовать больного для выявления причины головной боли. Например, впервые возникшая головная боль у пациента старше 50 лет может быть проявлением височного артериита, либо внутричередной опухоли. Вопросы, которые необходимо задать пациенту при сборе жалоб и анамнеза. Когда больной поступает к врачу головными болями, то необходимо задавать ряд вопросов для уточнения причины головной боли. Например, сколько типов головной боли у вас имеется? Вопросы, связанные с временем. Что заставило вас обратиться к врачу именно сейчас? Или же, как давно началась ваша головная боль? Вопросы о характере головной боли, какова интенсивность головной боли, локализация и распространение головной боли, а также спрашиваться необходимо сопутствующие симптомы, вопросы о причине головной боли, факторы, усиливающие или же уменьшающие головную боль, а также немаловажным является наследственный анамнез по похожим головным полям. Вопросы о лечении. Какие препараты помогают купировать головную боль? Или же, что пациент делает во время головной боли? Показания для дополнительных исследований при первичных головных болях. Сомнений в вероятном клиническом диагнозе первичной формы головной боли, когда мы сомневаемся, что имеется первичная головная боль. Наличие сигналов опасности, как мы уже перечислили. Требования и потребования пациента и его родственников может быть. Вообще, при типичной клинической картине, это может быть мигрень, головная боль, напряжение, кластерная головная боль, нет необходимости в направлении пациента на дополнительные исследования. После расспроса и осмотра пациента врач должен сразу назначить лечение. Но при наличии показаний следует провести пациенту дополнительное обследование с целью исключения вторичной природы цифальгии. Настановимся на мигрени. Мигрень относится к наиболее частым формам первичной головной боли, занимает второе место после головной боли напряжения. Болеют от 4 до 30% людей, чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Обычно впервые проявляются в возрасте от 10 до 20 лет. В возрасте 35-45 лет частота и интенсивность мигренозных приступов достигают максимума. После 55-60 лет у большинствовальных мигрень прекращается. У 60-70% больных имеет наследственный характер. Широкая распространенность мигрени у лиц трудоспособного возраста, высокая частота и интенсивность приступов способствуют выраженной социальной тези адаптации и снижению дееспособности. Теории патогенеза мигрени. Существует очень много теорий развития мигрени. Остановимся на основных. Это сосудистая теория Вольфа, согласно которой мигрень вызывается неожиданным сужением внутричерепных сосудов, спазмом сосудов, вызывающим им ишемию мозга и ауру. Вторая теория – это трегиминально-воскулярная теория, в соответствии с которой при спонтанном приступе мигрени возникают потенциалы в стволовых структурах головного мозга, что вызывает активацию трегиминально-воскулярной системы с выделением в стенку краниальных сосудов нейропептидов, которые вызывают их дилетацию, повышенную проницаемость и как следствие развития в ней нейрогенного воспаления. И основная теория – это серотоминергическая теория. Известно, что серотомин значительно более других трансмиттеров, то есть химических веществ, осуществляющих взаимодействие между клетками, вовлекается в патофизиологию мигрени. И, вероятно, играет инициирующую роль в мигренозной головной боли. Если остановиться на этиопатогенезе мигрени, можно сказать, что центральная сенситиция, повышенная возбудимость крови головного, коры головного мозга, превышение мигренозного порока, приводит к активации трегиминно-воскулярной системы, что, в свою очередь, вызывает нейрогенные воспаления с дилетацией интракраниальных сосудов, прежде всего сосудов твердой мозговой оболочи, и в результате происходит выделение в кровь болевых нейропептидов. Происходит экстравазация, факторы, провоцирующие приступ мигрени. Можно отнести к таким факторам эмоциональный стресс, умственное напряжение, недостаточность сна, избыток сна, менструальный цикл, изменение погоды, гипоксии, различные запахи, мелькание света, ветер, шум, большой перерыв между приемами пищи, а также пища, содержащая нитрит натрия, выдержанные сыры, копчености, печень, маринованные овощи, цитрусовые плоды, красное вино, пиво, шампанское. Мигрень и женские половые гормоны. Минструация является провокатором приступа более чем у 35% женщин, а истинная менструальная мигрень, при которой приступы возникают исключительно в пределах 48 часов от начала менструации и не вызываются другими провокаторами, встречаются у 5-12% пациентов. У 2-3 женщин после некоторого учащения приступов в первом триместре беременности во втором и третьем триместрах отмечается значительное облегчение головной боли вплоть до полного исчезновения мигренозных атак. На фоне приема гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии 60-80% пациенток отмечают учащение приступов мигрени. Клиническая картина мигрени. Приступы стереотипные, интенсивные, средняя частота 2-4 раза в месяц, приступ длится от 8-12 часов до 2 суток. Продрамальное состояние, характерное беспокойство, тревога, изменение аппетита, жажда. Аура длится от нескольких секунд до 60 минут до развития головной боли. Головная боль чаще односторонняя, вначале локальная, пульсирующая, затем распирающая, диффузная и достигает высокой степени интенсивности лобно-височно-глазничной области. Во время приступа мигрения светобоязнь, плохая непереносимость, переносимость запахов, звуков, стремление к изоляции, характерно, в период кульминации приступа сухость во рту, удушье, сердцепиение, зевота, боли в апегастрии, отвращение к пище, тошную порвоту. На стороне боли возможны сужения зрачка и глазной щели, иницированные сосуды склеры, слезотечения, отечность глазничной области. Для детей и молодых пациентов типичное появление сонливости и после сна головная боль нередко бесследно проходит. Согласно диагностическим критериям мигрени по международной классификации головной боли второго пересмотра выделяют две основные формы мигрени. Это мигрень без ауры и мигрень с ауры. Мигрень без ауры – клинический синдром, характеризующийся приступами головной боли, со специфическими сопровождающими симптомами. Мигрень с аурой, характеризующейся локальными неврологическими симптомами, которые обычно предшествуют головной боли или сопровождают ее. Типичная аура с мигренозной болью, типичная аура с головной болью, не соответствующие критериям мигрени, либо без головной боли, либо семейная гемиплегическая мигрень, спорадическая гемиплегическая мигрень Что такое аура? Аура при мигрене – это комплекс фокальных неврологических симптомов, которые предшествуют приступу головной боли или сопровождают его. Для мигреносной ауры характерна полная обратимость симптомов и отсутствие изменений на МРТ и КТ. У 25% возникает светлый промежуток между исчезновением симптомов ауры и началом головной боли, во время которого может возникать резкая смена настроения, страхи, а также соматические симптомы. Аура может быть нескольких видов. В основном в 98% случаев встречается аура зрительная. Дальше у нас сенсорная аура 31% составляет, афатическая аура 18%, а также 12% встречается двигательная аура. Есть еще несколько разновидностей мигрене. Остановимся на базилярной мигрене. Недостаточность кровообращения вертебро-базилярной бассейне, дисфункции ствола мозга, развивается базилярная мигрень. Характерно нарушение сознания от коротковременного обморока, спутанности до сопора, головокружение, двустороннее нарушение зрения, афтальмопорез, расширение зрачков, дисартрия, атаксия, парастезия, пирамидная недостаточность. Ретинальная мигрень. Приступ начинается с ауры, приходящей ишемея сетчатки от 3 до 20 минут. Центральная или парацентральная скотома. Иногда слепота на один глаз развивается. А также головная боль в лобно-глазничной области. Осложнение мигрени. Есть осложнение мигрени с аурой, а также есть осложнение мигрени без ауры. К осложнениям мигрени без ауры относятся хроническая мигрень и мигренозный статус. При мигрене с аурой могут развиться персистирующая аура без инфаркта мозга, мигренозный инфаркт, судорожные припадки, провоцируемые мигренью. Хроническая мигрень встречается в 15-20% случаев. Частота приступов более 15 дней в месяц, в течение более 3 месяцев, характер которых постепенно меняется. Боли становятся менее сильными, приобретают постоянный характер, могут утрачивать некоторые типичные симптомы мигрени. В трансформации эпизодической мигрени в хроническую форму играет роль два основных фактора. Это злоупотребление обезболивающими препаратами, лекарственный абузус по-другому и депрессия, возникающая, как правило, на фоне хронической психотранирующей ситуации. Что такое мигренозный статус? Это серия следующих друг за другом мигренозных приступов, при котором, при этом, последующие приступы оказываются подчас тяжелее предыдущих. Продолжительность статуса от 72 часов до 3-5 суток. Признаки отека мозга характерны. Интенсивная головная боль с тошнотой, очковая неврологическая симптоматика, адиномия, бледность, менингиальные симптомы, изменение сознания, также умеренная гипертермия. Мигренозный инфаркт развивается во время типичной мигренозной атаки, когда один или более симптомов ауры не проходят в положенные сроки, при этом развивается ишемия мозговой ткани. Диагноз подтверждается компьютерной томографией МРТ данными. А также другие причины инсульта исключаются. Частота 3,4 случая на 100 тысяч населения в течение года. 11-28% случаев встречаются в основном в молодом возрасте. Риск ишемического инсульта при мигрене с ауры в несколько раз выше, особенно у женщин старше 45 лет и плюс, когда имеются курение, оральные контрацептивы. Эпилептический приступ, спровоцированный мигренью, диагностируется в том случае, когда эпилептический приступ возникает во время ауры или в период не менее часа после мигренозной ауры. В мигрене эпилепсия это пароксизмальные мозговые нарушения. Эпилепсия у больных с мигренью наблюдается в 5,9% случаев. Лечение мигрени. В первую очередь это купирование уже развившегося приступа. Второе – профилактическое лечение, направленное на предотвращение приступов. Третье – профилактика и лечение коморбидных нарушений. И четвертое – профилактика хронизации мигрени. По международным стандартам купирования приступа мигрени, лечение проводится в двух этапах. Первый этап – когда слабые и умеренные приступы, то есть не более 24 часов, проводится симптоматическая терапия. Простой анальгетик плюс противорвотные средства. Например, это нестероидные противовоспалительные средства, могут быть обычные анальгетики и плюс противорвотные препараты. На втором этапе, когда более интенсивные приступы до 24-48 часов, то тогда уже проводится специфическая терапия. К специфической терапии относится группа трептанов. Что такое трептаны? Трептаны – это агонисты серотониновых рецепторов типа 5-HT1. Путем воздействия на эти рецепторы, расположенные как в центральной нервной системе, так и на периферии, эти препараты блокируют выделение болевых нейропептидов, избирательно суживают расширенные во время приступа сосуды твердой мозговой оболочки и прекращают приступ мигрени. Лекарственные формы выпускаются в виде таблеток, свечей, назальных спреев, инъекционно-подкожно-в любом виде. Эффективность трептанов гораздо выше при их раннем назначении, то есть в течение одного часа после начала приступа. Противопоказаниями являются ишемическая болезнь сердца, злокачественная гипертензия, окклюзионные заболевания конечностей, транзиторные ишемические атаки и инсульт, период беременности, хроническая почечная и печеночная недостаточность, профилактика приступов мигрени, показания, это большая частота, продолжительность и тяжесть приступов, более трех раз в месяц, продолжительность более двух суток, существенная дезадаптация, коморбидные нарушения в межприступном периоде, нарушающие качество жизни, наличие лекарственного абузуса, противопоказания к абортивному лечению, его неэффективность или плохая переносимость, гемиплегическая мигрень и другие приступы головных болей, продолжительность курсового лечения должна быть достаточной, от 3 до 12 месяцев, в среднем 4-6 месяцев, в зависимости от тяжести мигрени. В таких случаях показана профилактика приступов мигрени. Международные стандарты профилактики мигрени – препараты с доказанной эффективностью. Это препараты группы бета-блокаторов неселективных, антиконвульсанты, антидепрессанты, а также блокаторы кальциевых каналов. Другие подходы в профилактике мигрени – это объяснение пациенту природы его заболевания, формирование реалистических ожиданий, лечение коморбидных состояний, соблюдение диеты, то есть исключить из рациона или ограничить цитрусовые помидоры, сыр, шоколад, яйца, шампанское, красное вино, пиво и т.п. Нормализация режима дня, занятия спортом, физкультурой, при дисфункции перекраниальных мышц, показаны миорелаксанты, массаж воротниковой зоны, мануальная терапия, министероидные противовоспалительные препараты короткими курсами ваза брал, другие антидепрессанты, диакарб, психотерапия, эклорефлексотерапия и т.п. Головная боль напряжения. Головная боль напряжения – это самая частая форма головной боли, с которой пациенты обращаются к неврологам и врачам общей практики. Распространенность головной боли напряжения в общей популяции варьирует от 30 до 78%, что значительно превышает распространенность мигрени. По сравнению с другими формами первичной головной боли, головная боль напряжения приводит к самым значительным социально-экономическим последствиям. Диагностические критерии головной боли напряжения. Головная боль длительностью от 30 минут до 7 дней. Как минимум два из следующих признаков. Это двусторонняя локализация, либо давящий, либо сжимающий, не пульсирующий характер, легкая или умеренная интенсивность боли, боль не усиливается при обычной физической активности, например, во время ходьбы, подъема по лестнице. Оба из следующих признаков. Это отсутствие тошноты и рвоты. Может появляться анорексия, а также только один из симптомов фото- или фонофобия. Фотогенез головной боли напряжения – это снижение активности анти-ноцитептивной системы. То есть длительное напряжение перекраниальных мышц, являющиеся проявлением тревожности, а также воспаление или напряжение при неправильном положении этих частей тела человека, приводит к спазму сосудов. Повышается возбудимость нотцитептивных нейронов в структурах центральной нервной системы, в том числе мотонейронов передних рогов спинного мозга, что приводит к возникновению боли, а то, в свою очередь, приводит к сужению артериальных сосудов и появлению ишемии, а также веносному застою. Таким образом развивается порочный круг, который переходит один к другому. Клиника головной боли напряжения. Головная боль обычно двусторонняя, мы уже сказали, диффузная, имеет сжимающий или давящий, не пульсирующий характер, часто по типу обруча или каски. Боль может проявляться вскоре после пробуждения и присутствует на протяжении всего дня, то усиливается, то ослабевает. Нередко приступ головной боли напряжения начинается во второй половине дня после напряженной работы или стресса. Характерные признаки – это возникновение или усиление боли на фоне эмоциональных переживаний, тревоги, стресса, ее облегчение при положительных эмоциях, в состоянии отдыха и психологического расслабления. В отличие от мигрени, боль при головной боли напряжения является менее интенсивной, никогда не сопровождается всеми типичными для мигрени симптомами. Иногда может отмечаться лишь один симптом, например, легкая тошнота или фотофобия. Приступ головной боли напряжения провоцируется стрессом или длительным вынужденным положением головы и шеи. Большинство пациентов во время эпизода головной боли напряжения сохраняют трудоспособность и выполняют свои обычные обязанности в отличие от больных с мигрени, у которых во время приступа наблюдается существенное нарушение работоспособности и общего состояния. Провоцирующие факторы головной боли напряжения – это эмоциональный стресс и мышечный фактор, дисфункция перекраниальных мышц, повышенная чувствительность перекраниальных мышц, выявленная пальпаторно, подтверждает мышечную дисфункцию. Дезадаптация – нарушение качества жизни при мигрени и головной боли напряжения. Хроническая головная боль напряжения – головная боль возникает не менее 15 дней в месяц на протяжении в среднем более 3 месяцев, не менее 180 дней в год. Хроническая мигрень – сочетание мигрени может быть хронической головной боли напряжения. Хроническая и ежедневная головная боль – частые или же ежедневные эпизоды головных болей продолжительностью от нескольких минут до нескольких суток, что в свою очередь приводит к дезадаптации. Лечение головной боли напряжения – эпизодически кратковременные приступы головной боли, лечение не требует. В других случаях нестероидные противовоспалительные препараты или же анальгетики, а не только при частоте приступов не более 2 раз в неделю, 8 болевых дней в месяц. То есть идет риск хронизации, нормализация режима труда и отдыха, ночной сон не менее 8 часов, устранение стрессовых ситуаций, седативная терапия, психотерапия, меролоксанты при выраженной болезни степенокраниальных мышц, физиолечение, массаж воротниковой зоны, иглорефлексотерапия. Остановимся на кластерной головной боли. Кластерная головная боль, либо пинго-хартона. Это редкая, но тяжелая форма головных болей. Впервые симптомы ее описаны Харрисоном в 1926 году. В отличие от мигрени, кластерная головная боль встречается чаще у мужчин, преимущественно в возрасте от 30 до 40 лет. Атака – единичный приступ боли. Пучок или кластерный период, период времени, в течение которого у пациента возникают множественные повторные болевые приступы. Ремиссия характерна также, это период свободный от приступов боли. Характерна периодичность течения заболевания, это смена болевых пучков и ремиссии. В зависимости от длительности болевого пучка и ремиссии, кластерные головные боли, согласно международной классификации, подразделяются на две формы. Это эпизодическая встречаемостью 80%, а также хроническая от 10 до 20%, с ремиссиями менее 6 месяцев или же без ремиссии. Диагностические критерии пучковой головной боли. Как минимум 5 приступов, отвечающих критериям B, D. Интенсивная или же чрезвычайно интенсивная односторонняя боль, орбитальная, супраорбитальная или височная локализация продолжительностью 15-180 минут без лечения. Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов на стороне боли. Иницированность конъюнктивы или же слезотечения, заложенность носа, ринорея, отечный спек, потливость лба и лица, миоз, липоптоз, чувство беспокойства, ажитация, частота приступов от 1 раза в 2 дня до 8 раз в сутки, не связана с другими причинами, нарушениями. Лечение кластерной головной боли согласно европейским рекомендациям. Для купирования атак применяются также триптаны. Сума триптан, допустим, золмитриптан, таких препаратов на сегодняшний день много. Лекарственная маска со скоростью ингаляции 7 литров в минуту в течение 15 минут, при этом уменьшается интенсивность, но не всегда удается полностью купировать атаку. Менее эффективен эрготаминовый препарат. Профилактическое лечение кластерной головной боли применяется в этих целях перопамил, претнизолон, литиокарбонат, эрготамина тортрат, митисергит и тому подобные препараты. Хотелось бы остановиться коротко на абузусной головной боли. Медикаментозно индуцированная или абузусная головная боль является одной из форм хронической ежедневной головной боли и занимает третье место по частоте после головной боли напряжения и мигрени. Распространенность в популяции составляет 1%, а среди пациентов специализированных центров головной боли 10%. У пациентов с жалобами на хронические головные боли частота абузусной головной боли достигает 60%. Хотя абузусная головная боль относится к вторичным цифальгиям, она чаще всего развивается у пациентов с первичными головными болями при регулярном приеме обезболивающих препаратов на протяжении продолжительного времени может возникать при злоупотреблении любыми препаратами, купирующими головную боль. Хотелось бы перечислить группы лекарственных средств, способных называть головную боль. Это обезболивающие, противовоспалительные, противомалярийные средства, нитраты, противоаритмические средства, тимолептики, производные эрготамина, трептаны также сами по себе могут вызывать головную боль, абузусную. Антагонисты кальция, гестогены, эстрогены, бензодиазепины, миорелаксанты, картикостероиды, препараты щитовидной железы, гликозиды, диуретики, они способны вызывать абузусную головную боль. Патогенез абузусной головной боли. Эпизодическая мигрень, либо эпизодическая головная боль напряжения, приводит к учащению болевых эпизодов, что способствует к учащению приема обезболивающих препаратов, и в результате уже возникает, может развиться, абузусная головная боль. Лечение абузусной головной боли – это отмена виновного препарата, то есть что способствует развитию данной головной боли, при необходимости дезинтоксикационная терапия, поведенческая терапия, уточнение характера первичной формы головной боли, альтернативное обезболивание препарат другой фармакологической группы. Профилактическая терапия начинается одновременно с тест интоксикации, может назначаться, могут назначать преднизолон, антиконвульсанты, а также антидепрессанты. Невралгические головные и лицевые боли. Невралгия тройничного нерва. Чаще болеют женщины. Заболевание, как правило, начинается в пожилом возрасте. Преступообразный характер боли, длительность атаки не более двух минут. Между двумя приступами всегда имеется светлый промежуток. Значительная интенсивность, внезапность, боли напоминающие удар электрическим током, жгучие, простреливающие. Локализация строго ограничена зоной иннервации тройничного нерва. Чаще второй, третьей ветви. Наличие триггерных точек, зон, слабое раздражение которых вызывает типичный пароксизм. Наиболее часто триггерные зоны располагаются в порофациальной области, на альвеолярном отростке, при поражении первой ветви у медиального угла глаза. Наличие триггерных факторов, чаще всего это умывание, разговор, прием пищи, чистка зубов, движение воздуха и тому подобное. Типичное болевое поведение. Больные, стараясь переждать приступ, замирают в той позе, в которой застал их болевой пароксизм. Иногда растирают зону боли или совершают чмокающие движения. В период приступа больные отвечают на вопросы односложно, едва приоткрывая рот. На высоте пароксизма могут быть подергивания лицевой мускулатуры по типу гемиспазма. Неврологический дефицит в типичных случаях неврологии тройничного нерва отсутствует. Вегетативное сопровождение приступов скудное и наблюдается менее, чем у одной трети больных. Заболевание течет с обострениями и ремиссиями. В период приступов боли могут группироваться залпами. Залпы могут длиться часами, а периоды приступов продолжаются дни и недели. В тяжелых случаях значительно нарушается повседневная активность больных. В некоторых случаях возникает статус неврологикус, когда промежутки между отдельными залпами отсутствуют. Возможны спонтанные ремиссии, на фоне которых заболевание обычно прогрессирует. Ремиссии длятся месяцы, годы, но по мере возникновения рецидивов больные начинают чувствовать боль, сохраняющуюся и между приступами. Наиболее частая причина идиопатической неврологии это воскуло-невральный конфликт. Развивается существенно реже, остановимся на неврологии языкоплоточного нерва. Развивается существенно реже, чем неврология тройничного нерва. Заболевание протекает в виде болевых пароксизмов, начинающихся в области корня языка или миндалины, и распространяющихся на нервную занавеску, глотку, ухо. Боли иногда ирозируют в угол нижней челюсти, глаз, шею. Приступы, как правило, кратковременны, 1-1-3 минуты. Провоцируются движением языка, особенно при громком разговоре, приемом горячей или холодной пищи, раздражением корня языка или миндалины, триггерные зоны. Боли всегда односторонние. Во время приступа больные жалуются на сухость в горле, а после приступа появляется гиперсоливация. Количество слюны на стороне боли всегда снижено, даже в период соливации, по сравнению со здоровой стороной. В отдельных случаях во время приступа у больных развиваются тресинкопальные или синкопальные состояния, кратковременная дурнота, головокружение, падение артериального давления. При объективном обследовании могут выявляться снижение глоточного рефлекса, снижение подвижности мягкого нюба, извращение вкусовой чувствительности на задний третий языка. Заболевания протекают с обострениями и ремиссиями. Классическая невралгия языкоглоточного нерва, как и невралгия тройничного нерва, чаще всего обсловлена компрессией нерва, ветвью сосудов в области продолговатого мозга. Симптоматическая невралгия языкоглоточного нерва отличается от классической, частым наличием постоянной ноющей боли в межприступном периоде, а также прогрессирующей нарушением чувствительности в зоне иннервации языкоглоточного нерва. Невралгия головные и лицевые, невралгические головные и лицевые боли. Невралгия верхнего гортанного нерва, это ветвь блуждающего нерва, характеризуется односторонней болью приступообразного характера в области гортани, которая эррозирует в область уха и вдоль нижней челюсти. Иногда разговаривается ларингоспазм, развивается ларингоспазм во время приступа боли, появляется кашель, хриплый голос, общая слабость, причинами являются инфекции, опухоль. Невралгия аурикула темпорального нерва, синдром Фрей, пароксизмальная боль в глубине уха, в зоне передней стенки, наружного слухового прохода и виска, особенно в области височной челюстного сустава, часто с радиацией в нижнюю челюсть, сопровождается гиперемия кожи, повышением потоотделения в данной области слюноотделения, изменением величины зрачка на стороне поражения, приступы провоцируются приемом определенной пищи и даже при ее представлении, а также внешними раздражителями, часто после операции на околоушной железе или паротита. Синдром Толоса-Ханта, болезненная офтальмоплипия, возникает внезапно и характеризуется периодическими болями в области глазницы, ее отеком, а также поражением одного или нескольких черепных нервов, в частности, третий, четвертый или шестой, обычно проходящих самостоятельно, в результате, в части случаев заболевания протекают с чередованием ремиссии и обострения. У некоторых пациентов наблюдается нарушение симпатической иннервации зрачка. Поражение черепных нервов сопровождает, совпадает по времени с появлением боли или возникает в течение двух недель после нее. Причиной данного синдрома является разрастание гранулематозной ткани в кавернозном синусе, верхней глазничной щели или полости орбиты, болезненная офтальмоплипия, также возможно при опухолевых поражениях в области верхней глазничной щели. Синдром Ридера, симптоматическая невралгия первой ветви тройничного нерва и синдром Горнера, иногда в сочетании с порезом глазодвигательных мышц. Синдром Гротинека, хроническая боль в зоне иннервации первой и второй ветвей тройничного нерва с нарушением чувствительности, поражением отводящего нерва. Синдром крыломебного узла или же синдром Сладера это приступы острой боли в области глаза, носа, верхней челюсти. Боль может распространиться на область виска, уха, затылок, шею, лопатку, плечо, предплечье, кисти. Пароксизм сопровождаются резко выраженными вегетативными симптомами, как покраснением половины лица, отечностью ткани лица, слезотечением, обильным отделением секреты из одной половины носа. Продолжительность приступа от нескольких минут до суток. Идиопатическая форма встречается чаще у пожилых людей. Невралгия носа ресничного нерва сопровождается сильными болями в области медиального угла глаза, сэрадиацией в спинку носа, иногда орбитальные околоорбитальные боли, длительность приступа от нескольких часов до суток. Болевой синдром сопровождается слезостечением, светобоязнь, гиперемией, склер, слизистой носа, отечностью, гиперэстезией на пораженной стороне. Идиопатическая форма встречается чаще, спровоцируется инфекциями. Синдром Ханта, невралгия коленчатого узла, синдром коленчатого узла, либо герпес-зостер, одна из форм опоясывающего герпеса, протекающая с поражением коленчатого узла. В остром периоде высыпание локализуется в наружном слуховом проходе, на ушной раковине, мягком нёбе, нёбных миндалинах. Клиническая картина постгерпетической невралгии коленчатого узла складывается из односторонней, постоянной или периодической боли в области уха, а также в наружном слуховом проходе, нарушение вкуса на передних двух третях языка, умеренного периферического пореза мимических мышц. Синдром Костена, это хроническая лицевая боль впереди от ушной раковины с чувством жжения в области рта, головокружения и шумом в ушах. Затылочная невралгия, этот термин употребляется в настоящее время редко для обозначения пароксизмов боли в зоне большого и малого затылочных нервов. При хлыстовых травмах шеи или дегенеративных процессах в области межпозвоночных суставов С2-С3 с компрессией третьего затылочного нерва может развиваться болевой синдром с односторонними затылочными и затылочно-шейными болями и расстройством чувствительности в этой зоне. Невралгия барабанного сплетения проявляется симптомокомплексом сходным с поражением коленчатого узла. Типично острые стреляющие боли в области наружного слухового прохода, появляющиеся приступообразно и постепенно стихающие. Боли возникают без видимых внешних причин. В начале заболевания чистоты приступов не превышает 5-6 раз в день. Заболевания протекают с обострениями, которые продолжаются несколько месяцев, а затем сменяются ремиссиями. Невралгия промежуточного нерва – это редкое расстройство, характеризующееся короткими пароксизмами боли в глубине ушного прохода. Основные диагностические критерии – периодически возникающие пароксизмы боли в глубине ушного прохода продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут, преимущественно на задней стенке ушного прохода, где имеется триггерная зона. Иногда боль может сопровождаться нарушениями слеза-слюноотделения или же нарушениями вкуса. Часто обнаруживается связь с герпес-зостер. Спасибо за внимание. Живите без боли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok